Сердце, сердечности характерны для людей с этикой на четвертом месте, особенно БПЛ-энки. Им более надо защищать сердечности. Вот такие соображения. Фактически мы видим вот этот механизм, который соединяет уже какие-то аспекты медицин с психологическими. Другой случай, когда пятая функция, которая у нас сиявлена, она эту информацию, потребную информацию вытаскивает, вытягивает из окружающего пространства. Вот если у человека не актуал, что он делает? Он пытается о потребности упакать функцию каждого человека. Что происходит? Вот эту информацию пытается добрать, вытащить из окружающего мира. Из партнеров, из передач, из интернета. Короче, все, чтобы хоть как-то собрать. Поэтому говорят, что когда супруги, например, в браке, они не туальных типов, то они начинают друг друга воспитывать. Они не воспитывают, они пытаются просто вынуть из супруга дуальные сигналы. Вот. Все недоступными способами. Вот проще всего было бы, например, типа, хозяина любви. Почему? Потому что у него есть волевая сенсорика, а на пятом месте у него эйкэймо. Может быть, эйкэймо здесь. Трудно ли волевому сенсорику довести до истерики любую женщину? Совсем не трудно. Он получает истерику, он получает суррогат эмоциональное воздействие, по крайней функции он доволен. Вот. Практически со всей женщины, с любой женщиной можно пропланировать такую операцию, да? Довести до истерики. Такой вопрос. Поэтому с Наполеоном будет вполне даже нормально жить. А вот с Наполеоном, получается, да. А на что же выдаст вполне легко? Касанов будет этнокаментно. Потому что там волюбая сенсория. Да. И вот так просто. За рубь двадцать и возьмешь. Да. И она, ну, говорит, просто мы видели такую пару. Реальную пару. Там барышня, которая интересовалась отцовеньки, вышла замуж за Горького. И потом она ему говорит, значит, у них постоянно возникали столкновения, в чем повалевая сенсория. Она ему говорит, ну, а, значит, а почему, а почему ты там меня не гладишь, тебя ласкаешь? Она говорит, что я тебе, Владимир, это скажу, а как это? В общем. Ты тебе не пистачок и не ехтут, чтобы тебя гладить постоянно и кровить. То есть там, ну, они в год получились и разошлись. А когда он пытался к ней применить силовое давление, она, ну, да, встречала легко с сопротивлением многомерной помощи. Бывают ситуации в Кужинах. Я говорил, что Цезарь и политика, они обычно не веруются, но вот у нас в Киме была такая ситуация, очень печальная. У вас есть такое память? Эти дети в ожогах? Да. 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 Золотая молодежь. Да. Ну, то есть, дети, ну, большие, которые там обогатились и, значит, ни в чем себе никогда не откатывали, поэтому они очень не здоровы. И вот, значит, поженились такая пара, Цезарь и Ашот, молодая пара. И в один прекрасный день их нашли убитыми, они друг друга убили. Это было где-то полтора года назад. Значит, стали разбираться, они не поделили, как уехать на БНБ, кого надо, все грустно. И друг друга поубивали. Дети, ну, такой вот, золотой молодежь. То есть, концепция всякие такими цитами. Да? Ну, вот, когда люди просто не удерживали, ну, это еще момент воспитания, когда люди, не знаю, не удерживали, вот получилась такая сравнение. Просто опубликовали их с ним, где можно восстановить, кто есть кто, и пройдет еще такой, достаточно грустный. Да. Ну, понятно. А если мы говорим про через пятый пункт, все это гарантированно извлекает из окружающего пространства все, что можно, и, скажем, если мы говорим о белых интуитах, потому как выливаем сенсориком, ну, они имеют в виду лирик и языки. Пятая функция, то есть даже такое понятие «девушка эффективного победителя». Да? Что такое «девушка эффективного победителя»? Да, конкретные примеры. показывается, что это белая интуитка интуитациональная, которая искала приключений, нашла пятую точку. И она их так и нашла. Нашла пятую функцию, да. Есть эти рапорты примеры, что не девушки, а и внизу ухо, который, как говорится, кое-что понес его на эти гареры. За каким интересом его понесло на плед Бородинского сражения, тут граф штатский совершенно человек приезжает на поле Бородинской, да, мне сказали, а что вы тут делаете? А я приехал посмотреть. И оказывается, в центре вот этого кровопровидного сражения. То есть, опять-таки, почему? Кто его потащила? И вот кто тащила в этой функции. Знагогенные. И вот ощутить, значит, что такое вокруг, когда очень много болевочек, агрессивных сражений. Пережиток. А другой третик, он это переживал другим образом. Он учитель всяких сет религиозных, и у него все подбывало, значит, я пойду с ними работать, агитировать, я ничего не боюсь, но ему все говорят, ну тебя же там могут избить, может быть, еще хуже. Значит, нет, вы не понимаете, должен все это прижить. Значит, и так далее. Человек рвался в бой. Опять-таки, чтобы получить полный комплекс, уже, можно сказать, по защите Человеки по пятой комплексе. Ну и сам Джак Хермадок, который дал имя этому явлению, он вообще говорил, был бельком. Никто не читал роман «Венера в мыках»? Наверное, нет. Ну, это уж иричество любви к женщине, которая его постоянно, значит, понижала и кислава. Значит, потом уже психиатром по всей стихе называют это не мазохизмом, а сам мазох был, он был писателем, он был страшно возмущен и оскорблен, что его такое лирическое чувство. Женщине с такими на том, что они не знают,